Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, я сказала, что если моим зрительницам будет интересно, как общаться со своим ребенком так, чтобы отношения приносили радость прежде всего и ребенку, и маме, дайте мне знать в комментариях, и вы спасибо большое, мои зрительницы прекрасные, дали мне знать. Я, безусловно, это видео запишу, но готовясь и проговаривая это видео, я хочу в отдельную тему все-таки вынести тему итальянских мам. А что я увидела, чему я научилась здесь в Италии, почему итальянские мамы являются действительно классными мамами, я думаю, что это ни для кого не секрет, для людей, которые приезжали в Италию, бросается, конечно же, в глаза то, как прежде всего итальянские мамы общаются со своими детьми. И это видео будет полезно русским мамам прежде всего, потому что вы увидите, какая большая разница, что называется, в исторических предпосылках, почему мы не можем быть такими мамами, даже если нам очень хочется. А если однажды мы научимся, почему нам это будет все-таки сделать гораздо-гораздо сложнее, чем любой среднестатистической итальянской женщине. Итак, первая вещь, на которую я обратила внимание, но обратила я внимание на нее уже гораздо-гораздо позже, в частности, когда у нас появилась возможность выезжать каждое лето на море, я увидела, как итальянские подростки, что девочки, что мальчики, но здесь самое главное, меня удивили мальчики, потому что я никак не ожидала от мальчишек возраста от 10 и до 16, включительно, такой заинтересованности в маленьком ребенке. Я не могла никогда заснять других детей, во-первых, это нельзя делать, во-вторых, уже среди наших знакомых многие знали, что я являюсь блогером, безусловно, если бы я начала снимать, у многих бы возникли вопросы, и, соответственно, я никогда этого не делала. Но я могу сказать, что итальянские мальчишки, но и девочки также, они готовы часами возиться с маленьким ребенком. О чем это говорит? О том, что маленький ребенок их умиляет, маленький ребенок их интересует совершенно искренне, потому что, ну, ничто кроме вот такого интереса не заставило, ничто кроме такого интереса не могло бы заставить ребенка, подростка, тем более мальчика, возиться с ребенком. Они начинают разговаривать другим голосом, и это я вынесу, опять же, в метод общения со своим собственным ребенком, где расскажу, как можно общаться с ребенком. Они на самом деле начинают ему подыгрывать, они начинают ему всячески уступать. Но самое главное, то количество времени, которое они готовы провести, вот прямо-таки сюсюкой с маленьким ребенком, я говорю о возрасте, прямо-таки с рождения до каких-нибудь 3,5 лет, это просто поразительно. О чем все это мне говорит и о чем все это может сказать вам? О том, что итальянские будущие родители, что мальчики, что девочки, совершенно точно привыкли общаться и в принципе знают, как это делать, как это общаться с маленьким ребенком. Более того, особенностью итальянского общества является то, что ребенок полноправный и полноценный член этого общества. С ребенком принято здороваться, с ребенком всегда принято прощаться. У ребенка на полном серьезе спрашивают, как его дела, что он видел, что ему понравилось и ждут от ребенка ответа. Такой заинтересованности в жизни ребенка я не видела ни в одной стране, и уж тем более такой заинтересованности в жизни и в мнении ребенка, соответственно, и в весе того, что может сказать ребенок, я не видела уж тем более в России, к сожалению. Именно это отличает тоже итальянское общество. Ребенок является единицей. Эта единица, она практически с рождения участвует в жизни общества. С маленьким, новорожденным ребенком принято путешествовать, принято ходить на пляж, принято ходить в музеи. Маленький ребенок именно поэтому в Италии никого не беспокоит своим плачем, практически никого не беспокоит своей беготнью. Опять же, есть места и места. Если мы приходим в пиццерию, мы должны понимать, как люди, пришедшие в пиццерию, что, скорее всего, в пиццерии будут дети. Безусловно, в каком-то более элегантном месте и более дорогом ресторане, именно ресторане, а не пиццерия. В Италии есть точная классификация пиццерии и ресторан. Скорее всего, детей мы не встретим. Но даже если дети будут там, то тоже их, скажем так, более шумное поведение, которое отличает, безусловно, детей, более громкая речь. Но она действительно никого не будет раздражать. Хотя на это могут обратить внимание. И опять же, это не речь о вседозволенности, которые имеют итальянские дети. У меня было видео, если я не ошибаюсь, про чаевые, сколько стоит оставлять чаевых, где я рассказывала о том, как мы сходили в ресторан и показывала, как бегали дети. Я могу себе представить, насколько для русского глаза, и как было бы, наверное, непривычно для меня, так вот, насколько для русского глаза картина была непривычна. Мои дети вместе с другими детьми где-то под столом прятались, бегали, но, безусловно, в зоне, где не было столика, где они, прежде всего, не могли себе причинить никакого физического ущерба. Эта картина непривычна для нас. Эта картина непривычна для многих других наций, которые говорят не на русском языке. Я беру, допустим, возможно, Канаду, возможно, Америку, я не знаю, но могу допустить, что эта картина непривычна и для них, но тем более для нас. И при этом эта картина совершенно нормальной ситуации, такие совершенно нормальные, очень часто они случаются здесь в Италии. Хорошо это или плохо, это не тема этого видео, для меня это, конечно же, хорошо, потому что ребенок, он другой. И это, опять же, будет вынесено воспет, как общаться со своим ребенком, понимание, что ребенок другой, у него другие потребности, и самое главное, у него другие возможности. Очень часто ребенок не может говорить тихо, либо он может это сделать с десятого напоминания. Соответственно, нужно просто действительно, чтобы и общество было терпимо, и общество было просто терпимо. Поэтому, по большому счету, предпосылки к формированию вот этого родительского инстинкта, они совершенно иные, чем в России. В Италии, когда женщина становится матерью, когда мужчина становится отцом, они, во-первых, знают, что можно делать с этим ребенком, как вообще все это будет. Потому что они много раз уже общались с маленьким ребенком, и они много раз видели маленького ребенка, допустим, вне своей семьи. И когда, опять же, кто-то пришел в пиццерию с маленьким ребенком, ни для кого не удивительно, что мама, либо папа, либо мама, папа, бабушка, дедушка постоянно этого ребенка носят, потом выходят его укачивают. То есть совершенно точно итальянская мама представляет, с чем она будет иметь дело. В то время как очень часто русская мама, она совершенно не подготовлена к своему материнству. Более того, у меня сложилось впечатление, что в России считается, что, в общем-то, материнство – это что-то естественное и нормальное, в то время как материнству нужно учиться материнским навыкам также. И, опять же, я рассказывала, как меня подвели журналы, как сейчас помню, журнал, возможно, до сих пор выходит, назывался «Счастливые родители». И я представляла, как я рожу своего первого ребенка, я тогда даже не знала, кто у меня будет, мальчик или девочка. И вот я прихожу с ним в ванную собираться и сажаю его, допустим, где-то, а сама сушу себе волосы, укладываю их, делаю себе макияж какой-то. Ребенок на меня смотрит такой радостный, с расческой почему-то я его себе представляла, я дала ему расческу, и он радостно на меня смотрит. Я даже не подозревала, что ребенок может упасть. Я даже не подозревала, что расческа – это один из самых грязных предметов, которые могут, наверное, иметься в ванной. Я никогда не дам своему ребенку расческу в качестве игрушки. Я о многих вещах не подозревала, в то время как итальянская мама, она совершенно точно более подготовлена, именно потому что ребенок является частью общества, и итальянские будущие родители, начиная с малолетства, видят маленьких детей в окружении себя. Еще одна причина, почему итальянским мамам несколько легче, и почему они другие мамы, но это, на самом деле, черта, которая характерна для многих обществ и для многих стран, но не характерна как раз-таки для России и для русскоязычных стран, стран, как я люблю говорить, с постсоветского пространства, это тот простой факт, что в Италии рожают поздно. В Италии принято рожать после 35, первый ребенок после 35 считается нормой. Когда я отводила Егора в сад, мне не было даже 30, я была одной из самых юных, кто отводил сад, и на самом деле очень многие не понимали даже, как можно иметь ребенка в столь юном, даже немолодом возрасте. В Италии принято рожать поздно, и кто интересуется психологией, кто, возможно, так же, как и я смотрит Веронику Степанову, наверняка знают, слышал, встречался с мнением, и на мой взгляд, оно уже совершенно точно подтверждено, то есть это не изыски каких-то психологов, либо псендопсихологов, которые выходят сюда на YouTube. Совершенно точно считается, что чем старше женщина, тем больше у нее связь со своим ребенком, тем больше у нее развит материнский инстинкт. В то время как чем моложе мама, тем сложнее этот материнский инстинкт развивается. И здесь мы опять выходим на проблему того, что да, когда к тому же у тебя еще не развит материнский инстинкт в силу твоего возраста, когда ты к тому же не готова к рождению ребенка, ты вообще не знаешь, что с ним делать, ты, в общем-то, детей маленьких в своей жизни, если и наблюдала, то только по телевизору, и то в американских каких-то фильмах, соответственно, ты не готова, и ты не знаешь, как общаться со своим ребенком, поэтому, в общем-то, тебе потребуется больше времени, чтобы этому научиться. В то время как итальянские мамы рожают, когда у них уже очень сильная привязанность к своему ребенку, чтобы ребенок по большому счету не делал, это крайне сложно вызывает некое раздражение и недовольство у итальянской матери. Она становится более терпима к своим сорокам годам, она становится более толерантна к своим годам, она действительно является человеком, который очень многое может понять, принять и простить, и уж тем более это касается своего собственного ребенка. Но еще одна причина, которая действительно очень влияет на то, что итальянские мамы, да и вообще итальянские родители, это прекрасные родители, заключается в том, что это, конечно же, католическая страна. И я много раз рассказывала, обращала внимание, что в семье ребенок является некой проекцией образа младенца Иисуса, что очень часто напоминается итальянским родителям, итальянцы ходят в церковь, и часто об этом говорится на собрании, в Италии очень много католических детских частных садов, и туда ходят мои дети, трое детей отходили в католические частные сады. Так вот, напоминается родителям, очень часто об этом говорится, и на любом религиозном празднике это повторяется, что ребенок – это дар. Так же, как младенец Иисус был даром человечеству, ребенок маленький – это дар родителям, и как дар, точнее, и как дару необходимо к ребенку относиться. Поэтому есть некая даже дистанция между родителями и детьми, потому что никогда нет вот такого отношения, что ребенок – это мое продолжение, что ребенок – это то, что только я, и я создаю, и могу создать, и могу слепить. Нет, к ребенку есть действительно отношения как к дару. Безусловно, в какой-то семье это проявляется больше, в какой-то семье это проявляется меньше. Ну и четвертая причина, которая очень и очень отличает итальянских мам, и нас, русских мам, по большому счету, от многих мам на этой планете, заключается в том, что в большинстве своем мы являемся все в прошлом, но если уж не нелюбимыми детьми в своей семье, то недолюбленными детьми. Наших родителей не учили с нами общаться. Нашим родителям было не до этого. Мы все восстанавливали, точнее, не мы, а наши родители. И их родители восстанавливали страну после террора, после Второй мировой войны. Я думаю, что здесь объяснять не надо, с какими тяготами пришло всем столкнуться. Ребенок воспринимался, точнее, его рождение, как нечто само собой разумеющееся. Ты его накормила, ты его помыла, спать положила, и, в общем-то, ничего больше ты ему не должна. И, наверное, действительно так оно и есть. Но единственное, что забывается о том, что для того, чтобы ребенок формировался, развивался так, как ему нужно, так, как ему необходимо, ребенку нужна любовь. И очень часто нашими русскими мамами воспринимается вот эта вот излишняя любовь как нечто синонимичное баловству, излишняя любовь как нечто, без чего ребенок может обойтись. Но, тем не менее, ребенок не может обойтись без нашего ежечасного, даже если ребенок с нами находится, проявления любви. Я тоже об этом расскажу в другом видео, как можно проявлять свою любовь, нужно ли это делать и может ли быть проявлений любви слишком много. Исходя из того, что я узнала от итальянского психолога, прежде всего, расскажу об этом в отдельном видео. Но мы должны понимать, что мы являемся в большинстве своем обществом недолюбленных детей. И, соответственно, очень часто в определенном возрасте эти стереотипы становятся нашей поведенческой нормой. То есть мы, по большому счету, начинаем даже нехотя относиться к нашим детям так, как когда-то относились к нам. Относились, возможно, неосознанно. Относились, потому что всегда и везде так относились к детям. Поэтому о тех вещах, о которых я сегодня рассказала, необходимо знать и помнить, если мы вообще задумываемся, почему действительно итальянские матери, они такие, на итальянском есть слово, афетоза, то есть они такие, прямо такие, ну даже нежные, они такие, они очень любят своих детей. На самом деле, они купают своих детей в любви, у них налюбленные дети, это совершенно точно. Но и все общество построено на том, что ребенок – это единица непосредственно с рождения, единица общества прежде всего. Если мы хотим выйти вот из этих стереотипов постсоветского пространства о материнстве и о родительстве в целом, что нельзя баловать, нельзя делать то, нельзя это, а нужно, допустим, вот так. И мы понимаем, что это не работает, это видео прежде всего для тех, кто начинает сомневаться, кто понимает, что какие-то вещи вот они не работают, что, возможно, есть альтернатива, в особенности сейчас, когда мы много путешествуем по миру, мы можем наблюдать других людей, в том числе и родителей в отношении с их детьми, то, безусловно, вот такие причины, которые прежде всего объясняют, почему мы несколько иные в отношении с нашими детьми, они могут прежде всего помочь понять и потом перестроить, поработать над своими собственными отношениями. Обязательно запишу видео о том, что необходимо делать, чтобы прежде всего комфортно общаться со своим ребенком, чтобы общество ребенка приносило как ребенку, так и вам самим радость, удовольствие и даже счастье. На этом с вами прощаюсь, это Павелла Скворцова, всем пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...